То есть так-то они ручнее были у тебя, да? Да, но финны все равно подходят, но эти две, видишь, сбивают. Вот эта черномордая на нас смотрит, а вот белая вот так в профиль стоит. Эти только дернутся, ну, естественно, у них сразу все за ними уходят. Долго, Димка, еще разгонять, долго. А баран есть тут? Вот коричневый стоит за домом тебе. Ни весной, ни подстричь, нифига, вот надо сейчас будет, конечно, стричь там все дива налаживать, потому что так на самотеке можно, знаешь, долго сидеть. Да нет, у них просто заведутся эти всякие там подширки. Клановка, на квас перебиваться. Да заведутся, да это все выводится в 6 секунд. Подстриг криолиной эмульсии сделал, сбрызнул даже без химии, без всякой. Только следи, да все. По сути, по сути, вон ящик закопал вот такой в земле. Ванную эмульсию залил, подстриг связанную, опустил, перевернул пару раз и пошла гулять, да. Вместе с ноздрями, с глазами и с ушами. Нестрашно, да. Или копают, просто при ямах копают, полиэтилен кладут и такую, знаешь, мочить. Ну, не профессиональные ванны, как вот там вот в Волгограде, например, там просто прогоняют, их там палками подтапливают, они выскакивают, а чисто вот так вот обмакнул, провернул все. Ну, когда у тебя три-пятья веста, можно эту врусную сделать? Ну, бом туда вёдрами забрасывал. Белым свиньям, да? Да, белая булка. Это было для меня как торт купить. Понимаешь? А чем забрасывал? А когда вьетнамки пошли, я вообще ходил как король. Да, я свиней держу. Понимаешь, каких? Вот этих. Но они так уходили хорошо. А сейчас, видишь, немножко схлынуло, все позаводили себе? Да, все позаводили себе. Все поизродили. Поизвели их, да. Все, зачем мне ехать за 200-300 км за новым хряком, когда вот у меня вот мой родился, вот какой он хорошенький. А вьетнамки же изначально были, это кто люди занимался, до нас ещё, скажем, на Украине. Люди же предупреждали тогда ещё, что вьетнамки плохо к этому конвреду относятся. Да. Не так, как белые свиньи. Белая свиня ещё через раз тебе там поможет, а эти конкретно вымирать начинают. Угу. То есть поэтому как бы... Ну вот дискредитирована порода и уже все это не хватит. Вот именно правильно ты сказал, дискредитирована. Да. И поэтому вот мы белых лучше возьмём и так далее. Мне один раз так и сказали. А чё ты болтаешься? Я говорю, да хряка ищу по всей Псковской. У нас один дурак, это ты, который хряков ищет. Ты чё, не знал, что братьями там и всякими этими сыновьями кроют? Я говорю, знал, кройте дальше, ради Бога. Не мои проблемы, я не буду. Мне не надо, я себе минус делаю большой. Угу. Дима собрался ко мне ехать. Ты перестань, ты посмотри, что он... И он уже ко мне не приехал. Кому я хуже это сделал? Сегодня я положил рубль в карман, завтра у меня ни копейки. Ну. На мясо то же самое. Смысл выращивать на мясо, если они не растут? Ну, а потом это значит что? Если они дохнут, загибаются. Для чего? Просто деньги некуда девать и выкидываешь. Ну, можно этих вьетнамцев там, да и белую можно, как рассказывали, выпустить он в плавание. К осени вернётся, может даже с поросятами. Ну, тут же так не сделаешь. Не тут конкретно, вообще нигде не сделаешь теперь. Это же не старые там древние времена. Так и сделаешь. Какая вернётся, какая не вернётся. Охотников много, заболел, ещё что-то нет. Без охотников. Вон там мужик живёт. Тоже охотник? Овец держит. Нет. Убежали, вот так выпускают в поле, убежали. Ягнёнка не хватает. Угу. Чья-то собака постоянно болтается. Угу. Вон пришли ночью несколько собак в загон, вот такой загон залезли. Это у меня. У человека собак нет, сам не держит. Пришли эти откуда-то собаки несколько штук. Двух или трёх, их нет, задрали. Такой барашек неплохой стоит, вся шея ободранные такие. Зубы. Ну. Да. У нас же волки ходили нынче зимой и… У меня той зимой были три волка. А кстати… Эти так на цепях и сидели. Я их не спускал. Потому что я боялся, что мне собак задерут. Они на цепях как раз быстрее всего задирают. У меня под самым домом. Ну что? У нас под самым домом собака. Я выходил вот так. Я тебе сейчас расскажу случай. Как я вышел вот так вот. Сюжет я в интернете. Две-то полгода. Да-да-да-да. Сижу это я, да-да. Прямо играю. Играю. Вдруг, значит, машина вылетает. А я тебе же рассказывал про территорию. А у меня… Как это так? Это же всё моё кругом. Моего там ничего… Нет, ну есть что-то, но не до такой же степени. А какая-то машина приехала. И я такой. Вот такой нож. Сапоги резиновые. Зима на дворе. Около 12 ночи. Трусы. Трюух. Нормально. Чё стильно. И ружьё. И выхожу такой. Такой стою. Знаешь, вот даже вот сейчас помню такое выражение. Такое на крыльце. Ну, типа, ну чё. И вдруг начинают работать проблесковые. Синий мирок. Я неделю ружьё на чердаке искал. Я не помню, как я оказался на чердаке. Нож был воткнут в стенку. Я его прямо с сапога воткнул. А ружьё я как-то запихал. Я думаю, ну не мог я туда залететь. Но всё-таки оно было на чердаке. Вот фигню закопано. И такой ухожу. Здравствуйте. Ха-ха-ха. Такая вот фигня была. Оказалось, что врачи приехали. Ха-ха-ха. Ну не ко мне, а там к человеку. Я даю вам сейчас дерево. Так вы что в трусах поедете? Да что вы. Это ж человека спасти. Поехали. Еду. Тры-ты-ты-ты-ты. Знаешь, такое освобождение. Всё. Отпустила. Это очень было весело. Повеселился. То есть сколько у тебя сейчас овечек-то? Ну вот считай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять, которые десять. И четыре ягненка. И папа. Нет, в его месте. И которые покрыты, не покрыты, ты не знаешь нынче? Почему? Знаю. Или знаешь? Знаю, конечно. В этом году режим экономии. Разгон будет, но будет только на следующий год. В этом году никак. Экономайзер? Да. Вода из-под крана и хлеб из помойки. А у тебя здесь какой-нибудь источник-то воды есть? Вот там вот есть колодец общественный. Ага. Туда такая спускаешь. Так цепь-то гремит, гремит. Полчаса гремит. Час гремит. А как-то тут ни реки ничего нету, да, здесь? А я не ищу. Ага. Что такое-то озеро есть? Не знаю. Ну это себе питьевая, я так понимаю. А живность? А живность, вот тут пруд есть. Пруд есть. Ну тягать приходится, видишь. Ну понятно. Пока я не наглею. А мотоблок-то ты там оставил? Мотоблок-то я там продал. А продал даже. А застучал. Димка, не хочу я больше огороды сажить. Ну понятно. Ну а как транспортно-свезда? Ты понимаешь, дело в чем? Получается опять же, опять же, вот такая вот фигня. Вот как ты говоришь, там табуретка на одной ноге и все. У тебя там душа болит? У тебя там помидоры вянут? Тебе надо в теплице. Ты валишь из теплицы? У тебя овцы вот так вот задыхаются. Ты бегом за водой. Ты просто постоянно куда-то бегаешь, что ты делаешь? Дальше что? Ну так вот об этом и речь. Мы делаем все, ведем свое хозяйство по силам. Чтобы не лечь костей. Да. Мы живем. Нам хватает. У меня нет других доходов. Кроме вот этого. Нет у меня. Была высказана тут одна же такая вещь. Хоть на трассу иди. Дальнобойщиков останавливаешь. Да ты что? А что умел что ли? У них же все краски. Тебя аж повяжут сразу. Ну я то в шутку. Ну понятно. Ну вас приняли серьезно. Вот. Тут же видишь, вон тут еще сколько уборки. Этого же овцы взбили вот этим посудину вот эту всякими. Закопано то, что было. Ну конечно. Слоями просто. Годами. Ну да. Тут напиток много. Да. Тут ходишь? Я тебе скажу. Приехали по неделю назад и еще бы было больше всего. Я смотрю у тебя там выгреблена кучка какая-то. Лежит отдельно за этим. Там дофига лежит. Это до меня выгреблено все. Ааа. Это типа черепичка какая-то или гонд? Как он называется? Да это нет. Это щепа просто. Просто щепа. Гонд. Как хочешь называй. Нет. Гонд это другое. Да. Лемех. Гонд. Мне тоже вначале было интересно. Мне сейчас ничего не интересно. Мне ничего не интересно. Да не ври. Честно. Честно. А вот я смотрю здесь такие в моде сарайчики из плетника походу лепят да? Это лепили. Это старый сарай. Старый. Похоже. Его как-то обтесывали или вот. Не знаю Дима. Не интересовался. Или наверное похоже что он такой мягкий. Не интересовался. Буквально на глину. Глина вымывается без крыши. Ну да. Вот. Все разваливается. Поэтому люди как бы современные уже начинают вот эти все щели. Запенивать. Закладывать. Нет. Закладывать этим. Семьотным раствором. Тут уже слабо. Тебе не надо один к трем к четырем делать. Ты же можешь один к десяти делать. Ну да. Лишь бы закрыть. Так что поклевка уже идет. Вот. Ну так осеннее. Если так дело пойдет то будет два. Две ножки у стула. Как ты выросил. Уже лавка считай получится. Свиньи. Да да да. Все таки ты на них хочешь ставочку сделать тоже. Ну вьетнамох. Ну понятно. Не хочу белых. Белые растут быстрее. Я не спорю. Выхлоп у них больше. Я не спорю. И мяса много. Но. Я у тебя купил свинью этого пароченка за пять тысяч. Даже вообще по чесноку. Все прибито. Все сделано. Вот он стопудово у меня вырастет. Я тебе уже пять тысяч заплатил. Да. Грубо говоря. По современной цене. Даже. Ну чисто по братски ты мне продала. Подешевле. И то. Я тебе уже за двадцать килограмм заплатил. От этой свиньи. За мясо. Ни за щетину. Ни за копыльто. Ни за голову. Ни за потроха. Да. Ни за кишки. Ни за что. Плюс к этому. Спалить надо. И кормить надо. Нет. Самое главное. Кормежка вложений. Суть то вообще любого хозяйства. Понимаешь. Если тебе позволяют средства. Ты можешь. Ну я не знаю. Действительно слонов разводить. Твои личные дела. Но так вот так смотришь. Как люди все живут. И получается. Надо как можно меньше вложить. И как можно больше из этого вынуть. Это точно. Понимаешь ты в чем дело. Поэтому горбыль. Поэтому. Да. Подножный корм. Поэтому. Да. Поэтому стричь. Поэтому. Пускай дешевле отдать людям. Которые это вычешут. Потом это забрать. Потом это. Не самому прясть. Ты знаешь. Мне нравится. Кстати говоря. Мне нравится финская технология. Она даже не технология. А финский. Наверное. Образ куторской жизни. Скорей. Например. Живете вы там за километр от меня. Димка там еще где-то за километр. Еще кто-то за километр. Я держу овец. Я их подстриг. Мне ничего делать не надо. Только держу овец. Я их подстригну прямо. Привожу тебе шерсть. Ты мне шерсть чешешь и придешь. Ну пускай даже. Ну пускай даже 50 процентов. Ты забираешь. Мы даже деньгами с тобой не рассчитываем. Что-то конкретно с тобой. Да. Ты мне отдала. Например. Там я не знаю. 20 килограмм нитки. 20 килограмм нитки у тебя осталось. Ты делаешь свое что хочешь. Я свое продаю. Я режу тех же овец. Привожу Димке. А у Димки например парад стоит. Он мне сосиски и сардельки гонит. Надо с тобой дружить. Консервы у него. Какая-нибудь линия например. Я знаю даже что есть вот такие. Ну маленькие линии там. Он мне там консервы. Ну пускай там я вот нарезал там осенью. Он мне там к примеру 100 банок этой. Шкуры. Шкуры вырабатываются. Шкуры. Ну к примеру ты шерстью занимаешься. Будешь и шкурами заниматься. Я эти шкуры например продаю. То есть взаимо такая вот опять же. Мы не вместе делаем что-то. Каждый сам за себя. Да. И при этом все друг другу что-то. Ты без меня пропадаешь. Я без тебя пропадаю. Понимаешь. Да. Димка не сделает сарделек сосисик. А ты не хочешь мяса. Ты хочешь именно например там сарделек. Выпадает из этого звенодинка. Все. Ты должен будешь покупать у меня мясо. А мне некуда его девать будет. Потому что он мне не делает консервы. У меня хранения примерно нету. Пропадает. Пропадает. То есть мы все друг от друга как-то зависим. Но по мелочи. И помогаем. Да. Все правильно. Нет даже не помогаем. А вот просто вот. Ну поддерживаем же друг друга. Какие-то вот эти звенья. Вот зацепки делаем. Свариваем вот эти звенья. Они не должны вот так вот распадаться. Они должны заваренные быть. Это и есть помощь. Ну кто как называет. Взаимодействие. Ну хорошо. Вот. Вот мне это нравится. Что мне не нравится. Нигде. В мире. В ветеринарии. Я держу свое. Если правильно. Если я вообще ничего не петлю. Но он как люди. И начинают там куда-то. Вот родит скоро. Начинают люди это самое. Дергаться ветеринары. Ветеринар. А нам ветеринар сказал это. Блин. Ну почему им ветеринар так сказал. Где этого ветеринара учили. Понимаешь. Я вот. Не то что там едем чуть-чуть. Но получается так что. Я вообще не учащий. Прав. А ветеринар не прав. Да он же учился. На кой хрен он учился тогда. Поставьте меня ветеринаром. Нельзя. Бумага нужна. Правильно. Вот это вся фигня мне не нравится. Мне не нравятся ветеринарии. Мне не нравятся вот эти. Всякие. Перевозки. Мне то-то не нравится. Сё-то. Мне вообще не нравится. Я вообще человек. Такой знаешь. Аполитичный. И асоциальный. Тип. Тип. Я живу вот именно по старому. Понимаешь. Если мне например плюнули в морду. То я в морду и дам. Я не побегу. В суд подавать. Чтобы например с тебя какие-то. А вот пускай она мне там хотя бы тысячу заплатит. Извиниться. Да. Моральный ущерб мне нужен. Я его в карман положу. А дальше что ж. Вот. А так честно говоря. Вот если там. Для вашей этого. Для вашего канала. Да. Может кому-то надо. Просто. Дело в чем. Сейчас вот изменилось все. По поводу. Овец. Там свиньи. Мало людей занимаются породой. А на самом деле. На самом деле. Вот понимаешь. Вот лежат два ягненка. Но я бы сейчас их не продал. Они еще молодые совсем. Вот те вот белые. Дим. Угу. Малярки. Им где-то там по месяцу. Я таких не продаю. Ну например. Было бы им месяца по 3-4. Вот мне просто. Вот прижало. И я бы отдал за 10 тысяч. Угу. Потому что племя. Угу. Но эти конкретно вот эти. Эти. Эти не племенные. Это вон белые матки. Угу. Эти. Поместные. Я имею ввиду именно племенных. Например. Вот мне деньги нужные. Я бы отдал по 10. Теперь посчитай. Сколько килограмм. Например. По 300 рублей. И баранину тебе надо продать. Шкуру выкинуть. Вон туда вот. Потом ее куда-нибудь отвезти. Сжечь. Ну кишки можно собакам. Наверное не меньше года выращивать надо. Угу. Чтобы вынуть эти же 10 тысяч. То есть. Если у тебя есть какая-то вот. Ну как мы про фермерство говорили там. Это одно. А так. Если у тебя большая семья. То да. Ты можешь и тем и тем и тем и чем угодно заниматься. Да. Если ты один. Двое. Ну сам Бог и взял племенем заниматься. Не распыляться. То бишь. Рекомендую. Но. При этом. Не хвататься за такие породы. Которые. По 50. По 70. По 100 штукарей. Стоит ягненок. Там. Или там. Козленок. Потому что это для этого. Надо иметь на кармане деньги. Ты можешь одного козленка или ягненка. Продашь за год. Ты за 100 тысяч. А остальное время на что-то есть. Налоги государству хватит. За свет. Ну вот. Ну да. Надо все-таки быть как-то так. Реальных этих. Надо быть в реальных. Надо просто вот понимаешь. Ну вот по курам особенно. Бывает и меня так прихватывает. Самого на меня. У меня такой характер. Меня как прихватило. Так отпустило. Побыть. Ну вот. Видишь. Нечто. Прошки. Рожжённая трасса. Что полевая. Что это. Это вообще. Вот. К чему я. Чите говорю. Про кур-то что-то там. Начинал. Точно знаешь как вот. Вот на курах особенно видно. Ой. А что это за порода. Там такая-то такая-то. Ой. И я хочу. Зачем ты хочешь. Для чего ты хочешь. Вот просто хочешь. Ну если у тебя есть как бы доход нормальный достаток там. Ну хоти. Тогда я не против. Хоть павлинов. Кого хочешь заводить. И вообще нельзя. Но когда люди понимаешь там. Не знаю. Приходят и начинают. Как мимино. Сколько стоит кофе. Сколько чай. Сдача. Не надо. Да. Смысл вот за это хвататься. Надо конечно понимать ради чего. Смысл. Да. Действительно. Ради чего. Итог один. Ты можешь себя уговорить. Ты можешь себя уболтать. Ты можешь себя зомбировать даже. Понимаешь. Мы славяне. Образ жизни. Возродим родную деревню. Поднимем с колен Россию. И прочее. Мой товарищ. Друг мой лепший. У которого я в 90-е в конторе в одной работал. Он же тоже все. Помнишь книжки выходили. Поднимем Россию с колен там. Сапоги помоем там в Индийском океане. Все. Понимаешь ты. Все это фигня на постном масле. Люди сами по себе. Что бы они ни говорили. Ты живешь ради себя. Дальше у тебя идет период. Например ты живешь ради своей семьи. Ради кого-то конкретного человека. А не ради вот всей России. Матушки. И ради например всего населения. Ну это да. То есть. Человек по сути эгоист. Ну не совсем. Ну. Я тебе уж грубо говорю там. Давай не будем там. Совсем уж тонкой резьбой заниматься. Человек по сути эгоист. Ты беспокоишься о своей семье. О своем ребенке. О своем муже. Муж там беспокоится тебе о ребенке. О своей семье. И тебе по большому счету. Вот ты мне видишь. Что ты рассказывал. Вообще делал. То-то. То-то. Да-да. Вот люди вот так сделали. То-то не то-то сделали. А по сути тебе большое дело до них есть. Ну просто люди не так сделали. И все. Ты же не бежишь им там. Кредиты для них не берешь. Что на эти ребята загасите. И давайте я вам помогу. Никому ты так не будешь делать. Никто не будет. И поэтому я думаю что не надо вот это размашистое. Это кто-то. Я считаю что вот это на этих например родовые поселения. Всякие вот эти переселения из города в деревню. Ты может даже читал. У меня тогда был такой задвиг на эту тему. Что для чего-то это нужно кому-то. Людей взять просто и массово вот так вот переселить в деревню. Я не знаю до сих пор для чего это нужно. Но кому-то это нужно было и нужно сейчас. Это сто процентов. Но так не может быть. Ты же знаешь наши порядки. Просто не дали бы высказываться. Не дали бы. Все вот видишь. Как хорошо что мы родились в СССР правда. Другие понимаем. Можно языком рассказывать там. Но на ютубе более молодых поколений оно конечно не поймет о чем я вообще сейчас говорю. Ну да. Ну а так я считаю да надо более реально подходить. Не надо хвататься вот и зайти. Сам через это проходил про то что. О блин. Да я буду шерчесать. Да я буду нитку. Да я сейчас пресс научусь. Да у нас же интернет есть. Чего мы сейчас на веретене будем. Это я буду вот так вот ходить. Видео. Главное видео посмотреть. Ходишь там вот так хорошо. А мне еще нравилось в детстве как бабушка вот так как-то так. Тык тык. Вот у меня всех попор вот так вот только подсидишь. Как она нитку вот так вот накручивала. Знаешь так интересно. Так вот откуда все пошло. Да да да. Сейчас бабушка начала. Она первая начала вот это с веретенами. Крутить. Крутить вертеть. Кручу вертеть. Обмануть вас хочу. Вот. У некоторых понимаешь у некоторых есть подход. А нам это не интересно. Мы только для себя. А за что вы за свет платить будете. То есть не за что. А чем. Чем вы будете за свет платить. Чем вы будете налоги. Все равно от вас не отстанет никто. Нравятся вот эти нервотрепки. Судебные иски всякие. Судебные приставы. Чтоб тебя по утрам будили. Зачем. Буду не буду. Принципы какие-то. Жить надо просто. Раньше же помнишь был возвод как. Живи и дай другим. Был сделал. А крупного я не знаю. Видишь ориентируешься тоже на стол. Спрашивают телятину, говядину. Есть ли смысл. Вот сейчас я уже и не знаю. Есть ли смысл брать телят на откорм. Понимаешь. Ну как сказать. Я знаю что есть. Но. Опять же не 10 штук не 20. Жадничать не надо. По силам конечно. По сбыта. Исходя из региона и сбыта. Исходя из. Как ты сама преподнесешь. Да. Продать тоже надо. Вы оттуда приехали или оттуда? Оттуда. Вот там проезжал. Ты же видел. Продается дом. Да. Никакой. Ни окон. Ни двери. Вот это висит. Это объявление. Оно может и дом упадет. Оно все висеть будет. То есть можно торговать так. А можно по другому торговать. И сказать. Да ребята. Да я вам и помогу. И то еще. И подскажу. Я вам тут и тракториста подскажу. И ты. Ну как тебе сказать. Ну опять же та же психология. Ну лучше если пообещал так сделать. Понимаешь. А не так что я вам все помогу. Подскажу. И свалил. Деньги получу. Ну нет. То есть вот такие вот у нас дела. Сколько их будет. Это я раньше думал. У меня будет 50. У меня будет 100. Не знаю. Сколько будет. Столько их будет. Ну видишь. Все планы подвергаются корректировке. Да. Да это пожар снес. Вообще мозги. Понимаешь. Только мозги на место вставать начинают. Это сколько? Года два? Три с половиной года. Три с половиной года уже. И то. Понимаешь. Если бы я там сидел самостоятельно. Все. Толку. Просто. Хорошо что взяли зашкварник. Тряханули. И сказали. Иди. Мы тебе поможем. Вопрос сказали. А ты что не мужик что ли? Ха-ха. И понимаешь. Пришлось уже опять по новой доказывать. А я думал. Что я уже все доказательства давно. Всем доказал. Себе доказал. Да что мне надо. Сиди себе там. Пусти на произвол судьбы. Все дела. И все. Сиди. Главное. Все доказано. Ни хрена. Не выйдет. Так что. Вот. А вот перегородка. Это Димка что-то прошел. Вот она и была обоями отлеена. Но я не люблю эти. А. В доме-то. Да. Тут же рысарский зал. Ты же видел. Угу. Я смотрю. Ты загородочку делаешь так. Из строганой досточки. Да. Так все было. Видишь. Даже обоями поклеили. С обоями? Да. 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 Обойки хорошие. Старинные. Цены немалые. Ясно. Значит у тебя теперь опции. А. Теперь у тебя еще и свиньи. С сегодняшнего дня. Нет. Почему? Они были там. Так у тебя там еще что-то осталось? Не там, а тут. А. Тут уже. Просто в другом этом. Я так понял. Собаки. Мне сказали пока не сделаешь ничего тебе не отдадим. Загоны смысла? Ты ведешь и ничего не делаешь. Сидишь вообще ничего не делаешь. Почему я не делаю? Я делаю это. Гвоздь колотил. Надо же сонату. В интернете. В интернете опять что-то не про. Рудил конечно. Да. Потом посидеть посидеть. Так смотри. Холодильник-то совсем пустой. Надо хоть булочки. Поехал за булочкой. Приехал обратно. Хочу ж я только один батон купил. И курильник купил. Надо ехать. Едешь обратно. День прошел. Смотришь и ж меркается. Ну я-то ведь работал. Я ж не так просто. Все ясно. Ну ладно. Дела двигаются. Наверное да. Двинем мы. Поедем. Честно. В обратную сторону. Я знала. Я знала. Я знала куда едем. Это козлы у тебя еще пасутся там. Твои? Козлы? Два козла. Заняны? Да. Подпускают? Нет? Ну один да. Второй чумовой. Бешеный? Не бешеный. Пуганный очень. Очень боюсь. Хоть никто его не трогает ничего. Видишь эти то вас знают. Вообще внимание. Дровишки ты покупал или сам заготовил? Да. Сам заготовил. Ну ты какой красивый. Привезли на тракторе. Ты какой красивый. Ну расскажи. Расскажи. Ваша колобайка как? Да ничего жила. Эти видишь запоминают. Сколько вот уже лет вас не видели? Ага. А и не гавкают. Ничего так нормально. Я думаю если это на носголок, то это на булочке с собакой. Не-не-не. Так и дело в том, что у нас волки-то ходили. Мало того, по двору ходили. Да? Да? Лето потом видели. На грязь. Почему я говорю? Только дождь прошел. И след был. Сейчас, по-моему. Почему я пошел? Я пошел. Я пошел. Я пошел. А в деревнице у нас. Там тоже. Не пошел. Не пошел. Запутался. Красавец. Ну понятно. Запутал ногу. Это как всегда. Это же с документами. Ученый. Ученый. Да. Это с документами с родословными. Хмыль. А тут без документов. Ну тут тоже 50% занятки. Рогатый. Но они. Тут масло. Дима. Мы с тобой взяли одного. Крамолова. Он оказался стерильный. Стерильный вообще. От Камовой матери и Камового отца 100% стерильный вообще. Красивый. На шести козах испытывали ноль. Здоровый такой, как пони. Вот такой вот был. Этот-то на всех прыгать уже вонял. Ага. По какому-то стояли. Может даже и коза огулиная уехала. У нас козлик дворняжка был такой. Ошейник висит третий год до сих пор. Да? А диколом. Вот немец очень вонючий был. Это у Саши который тебе? Нет? Нет. А у Саши кто? У него поместка маленькая. Поместная? Да. От немца? На 70% да. А ты коз собираешься завести, да? Да. Но я думаю, что наверное я одну звонку возьму. Только из другой линии совсем. Этот бодровский козел. Ага. Понимаю. Надо от кого-то от других брать. А где? Или пока не решил? Не знаю пока. Пока вот стрельцовские козелки есть. От стрельцовой привозили. Ну то есть реально, понимаешь, суть опять. Опять как про овец. Берешь реального заводчика, которого все знают. Для чего? Для того, чтобы тебе не торговать мешками. Вот у меня мешок козлят. Возьмите за тысячу. Одного. Пускай все по пятнахе, ты например там устроишь демпинг. Но я всегда устраивал демпинг. Потому что мне всегда надо что-то там... О! Деньги кончились. Надо пороть подешевле и быстро зато. Но не каждый это воспринимает. Все по-разному воспринимают. Некоторые считают, что если ты продаешь дешево, то что-то тут не так. Не чисто что-то. Да. Но на самом деле тебе просто резко деньги нужны. Да. А деньги нужны всегда резко. Немного. Так что вот. И поэтому я как бы думаю, наверное надо с документами девку брать под него и все. Пускай кроет и заниматься за анками. За анки видишь. Опять же все эти чехи и тому прочее и прочее. Это все интересно. Как я тебе про кур говорю. Ой какая прелесть. Ой какая красавица. Ой какое то все. Толку-то. Занка самая молочная. По сути зачем каза-то? Это же не картину купить и на стенку повесить. Она же должна молоко давать. Альпийки еще хвалятся. Говорят мне молоко немного меньше, но оно гарантированно чисто и вообще без запаха. То есть вот хвалят именно альпийское молоко. Слушай. Единственный раз в жизни. Единственный раз в жизни. Вот я скоро уже на пенсию не пойду. Не пойду я на пенсию. Не уговаривайте. Нет. Я не пойду на пенсию. Принципиально не пойду. Мне эти 6-7 тысяч нахрен не нужны. 6-7 тысяч это так. Это просто как плевок в морду. Вот. Понимаешь. Вот за все мои годы. Один раз я пил молоко. Которое вообще во рту было ощущение. Как будто я козла вылил. Вот просто вонишься. Потом не отплеваться. Рот полосишь. Я уже разбавил одеколону прополоскал. Но ничего не помогало. Я стоял я уже не знал что делать. Свою же козу подают. Вел козла. У меня был очень вонючий козел. Когда гулял кто-то. Ну а держишь например там овец. Кого угодно. Овца загуляла. Козел сразу вонять начинает. Просто наферомона. Я вел его вот так на веревке. Довел. Завел. Закрыл. Привел козу. И начал доить. И руки я забыл помыть. Молоко провоняло и все. Да. Единственный случай за всю жизнь было. Чтобы пахло молоко. Но у нас было. Остальное все я не знаю. Но не явно. У нас было. У белой помнишь. У белой было такое. Что вот молоко было. То же самое. Вот эти задумки. Вот это меня очень раздражает. Откуда ты это узнал? Я в интернете прочитал. Нельзя держать козла и козу вместе. А то молоко вонять будет. А как оно будет вонять то? Коза приходит в охоту. Я так понимаю. Вот если ты например в термос налила. Кофе, чай. Поставила в холодильник. Вот стоит в термосе. Какая разница. Что у тебя там колбаса например протухшая. Рядом валяется. У тебя кофе или чай будет протухшей колбасой вонять? Не будет. Тут смысл такой. Что либо коза ужина. Не чистая. Либо она в охоте. У нее тоже гормоны. Козел. Видишь ее проватировать может. Присутствует. Я думаю что дело не в том что. Коза не даст такой воне. Просто напросто. Ну у нас было дело. Когда она была неприятным его вкусом. Я считаю что это неправильно. Потом мне нравятся вот такие. Сейчас мне вообще честно говоря. Я сейчас ровно ко всему относиться стал. Раньше меня взорвало. Нельзя козу кормить картошкой. Крахмалом молочные протоки закроют. Реально люди писали. Спрашивают. Я тебе говорю. Я просто офигевал. Ну чисто логически. Как туда крахмал попадет? Напрямую. Напрямую если только из животных пошел. Нет. Ведь идет же как? Желудок. А потом вымя. Понимаешь? Ты же доишь. Крахмал уже. Но можем маленькие пакетики. Крахмал сухой сразу продавать. Если влажный то выпаривать просто. Как то вот так вот все делается. Не знаю нюансов до хрена. Жить будем. Поля большие. Все вот это мое. Вот это все мое. Сколько здесь гектаров у тебя? Не знаю. До хрена великого. Пчел ты не планируешь поставить? Нет. Дима. Нет. Я никогда не полезу. Больше. Больше. Я никогда не полезу в те дела. Которые у меня в душе не лежит. Хоть это будет. Хоть там они знаешь. Хоть они там будут золотыми шлитками нести. Не нестись. А в смысле носить. Золотые шлитки. Я не полезу. Я не хочу заниматься тем что мне не нравится. Потому что ну сам же знаешь. Если заниматься такими вещами то толку никакого не будет. Ну да. Пчелами многие видишь как. У кого то пошло. У кого то не пошло. Кто то чего то. Многие же хватаются. Вот именно из женов переезжающих. По причине. А зачем навоз убирать. А вот можно кататься целыми днями. А зачем ты в деревню ехал. По сути своей. Чтобы бросить ульи и уехать. Куда то там на юг сгорать что ли. Не знаю. Но это не мое. Я же держал. Ну да. Я же тебе рассказывал. Всего в одном улье развел ящериц и жеморудных. В другом мышей. Задарил все четыре улей. И все. На этом все медовое мое занятие закончилось. Все понятно. Не мое. Душа не лежит. Ты уже как бы знаешь. Загоришься. Загоришься. Ну вместе не хочется. Но ты все равно не будешь заниматься. Через силу. Через силу. Зачем через силу ехать. Через силу можно было в городе сидеть. И деньги в карман складывать. Видишь еще. Кто где как работал. Я например. Не знаю. Жалеть не жалею. Так уж конкретно. Но иногда себя дураком чувствуешь. Я уехал. Ну это наверное нормально сомнение всегда. Иногда. Иногда. Ключевое слово. Динка. Не было бы никаких вот этих. Понимаешь. Может и были бы другие конечно. Другой может что-то было. Но по финансам бы никогда бы не было никаких перебоев. И вот на раритетах бы я бы не ездил. Понимаешь. На гремячих причем. Колеса посмотри. Как велосипедные камеры. Даже под убитые колеса не на что взять. Корда торчит. Понял. А дальше уже у нас карасяк как потратить. Ну ладенько. Давай. Счастливо. Вот и побывали мы в гостях у Владимира. Отвезли ему подарок. Пару свинок. И банку огурцов от Саши и Дианы. Послушали его рассказы. Мысли о деревенской жизни. Может быть не все согласятся с какими-то его высказываниями. Но тем не менее это его опыт. Его жизнь. Как говорят мудрецы. А ты надень его башмаки и пройди его дорогами. Поэтому не будем судить строго. Будем радоваться за него. За то что у него сейчас на новом месте новые заботы появились. Новая живность. Надеемся хозяйство его потихоньку отстроится. И все будет у него хорошо. Ну а мы попрощаемся с вами. И отправимся в обратный путь на Новгородчину. Те же самые 260 километров нам предстоит преодолеть. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова